здравствуйте друзья добрый вечер пишут нам добрый день михаил очень нравится ваш канал смотрю давно хотелось бы узнать ваше мнение по одному сильно волнующему меня вопросу я программист проживаю в москве планирую иммиграцию в канаду через пару лет возник конфликт с родителями они хотят чтобы я остался дома и уже думал о семье и детях я единственный сын мне 29 лет создание семьи не входит в мои планы я сторонник идей движения child free те кто не заводит детей потому что они им не нужны родители уже пожилые они старые закалки и мягко говоря в шоке от моих взглядов они просят внуков очень переживают и говорят что я потом буду сожалеть о своем выборе я же хочу расти как специалист и много путешествует правильно ли я поступлю если улечу в канаду и откажусь заводить детей буду рад ответу заранее спасибо давайте обсудим чё же это тема интересная знать что друзья хочется сказать сразу значит сразу я скажу что последнее дело в данном случае заводить детей просто потому что родителям нужно внуков вот это конечно не не повод все-таки это как бы дело такое ну человек для себя детей заводит конечно очень многие люди как бы обзаводятся детьми не не потому что они сознательно планировали там какого-то числа или там месяц или или вообще сказать ну вот как будет так и будет давайте вот там скажем не будем больше препятствовать этому процессу бывает вот люди так как-то живут себе живут раз у них и ребенок родился там как бы есть такой такой формат тоже но если человек принципиально не хочет я бы сказал что тут есть два вполне естественных вариантов значит вариант первый он последовательно не хочет и он в 29 не хочет и в 45 не хочет и в 56 не хочет вообще не хочет и как бы ну вышло так бывает да значит допустим даже если у него появится там спутница жизни то это спутница жизни может тоже придерживаться с таких же взглядов что она не хочет то есть должны найтись люди которые и мужчины и женщины которые оба вот так на 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 жизнь смотрят даже может случиться что попадет встретиться ему женщина ну которая как бы изменит его отношение к этому делу то есть она будет хотеть детей там и он понятно будет зачем ему дети потому что она хочет там и так далее следующий момент ну в конце концов в 29 же это же не конец жизни я могу вам рассказать был у меня знакомый не то что знакомый я работал у него в компании мужик лет в 45 наверное 44 решил жениться знаете до этого как-то он не женился вот у него бизнес он стартапы создавал продавал к тому моменту когда я с ним познакомился это был там его 7 или 8 стартап который он сделал и продал он в apple был там чуть ли не в первой десятке сотрудник вот и вот дальше его понесло вот в это предпринимательство а тут годам вот так в общем за 40 решил жениться значит нашел девушку такую из патриархальной семьи значит там со всеми традициями там свечи зажигала там все как положено и было лет 28 вот и пошел деток строгать чуть не каждый год там по моему там год три подряд рожал деток и и в общем то никуда не опоздал я не хочу сказать что это его родители пожарите родители вряд ли уж там и могли как на него сильно повлиять в этот момент но захотелось 5 вот его было под 45 ему захотелось и ну как бы сказать я я в основном знаком с людьми которым либо когда-то захотелось самим деток вот обычно мужикам знаете вот на ближай к сороковнику но правда но очень важно как-то вот это остается частью его ощущение себя как состоявшегося человека и так далее это очень это очень часто это очень масса а то и 2 знаете как бывает вот смотришь там есть один ребенок а вдруг он понимает что надо два и вот как-то его вот так ну движет в эту сторону жизни поэтому это очень естественный такой процесс и у мужчин это может быть намного позже чем меру женщины хотя мы сейчас видим вот у нас школе например я вижу очень-очень много девчонок которые говорят что с ноу лет 30 там надо выйти замуж а родить там ну до 30 до 35 может эти 34 35 это сейчас тоже стало очень-очень массам то есть не только мужики но вот и девочки так что тут сказать значит я не думаю что у родителей шансы полностью потеряны другое дело что все это откладывается во времени это правда нет никаких как бы гарантии того что молодой человек передумает в конце концов развиваться и путешествовать неплохо но тоже знаете надоедает в какой-то момент но путешествовала нет не то чтобы некуда больше поехать но просто сам процесс вот еще что-то хочется то есть развитие происходит не только в смысле того что ты в профессии развиваешься но что-то еще такое вот в развитии происходит например вот скажем мистическая часть мистическое учение иудаизма каббала и и исторически разрешалось изучать во-первых только мужчине не женщине во вторых не моложе 45 лет и в третьих имеющему не меньше чем два ребенка понимаете человек который не приобрел вот этот опыт то есть не набрался жизненного опыта к 45 не имел опыта воспитания детей хотя бы двух детей ему не открываются какие-то истины понимаете ему не откроются те истины поэтому развитие существует не только вот тут но и там тоже вот еще какое-то развитие бывает поэтому я бы не стал ограничивать развитие там не знаю технологиями там из компьютерных из компьютерного мира и допустим сколько там точек на карте человек посетил музеев посмотрел там и так далее поэтому я думаю что гораздо больше есть направлений в развитии в саморазвитии в частности вот через это тоже тоже очень важно такой жизненный опыт но но опять никто же не может человеку если он принял какое-то сознательное решение и он на нем настаивает и он вот хочет жить так никто не может ему помешать и и собственно а кто должен это делать но родители высказывают свое мнение ну ну хорошо они его высказали он им говорит какой у него по этому поводу мнение и он имеет право вот можно там понимаете из общих соображений что-то такое говорит что вот если люди перестанут там детей заводить то человечество все выберет и с одной стороны мы понимаем что этого не произойдет с другой стороны это как бы доведение до абсурда с другой стороны но есть люди у которых нет детей если который может быть хотели бы и не могут это тоже отдельная проблема большая но что делать его право его право я я лично сам то как раз не я этого не не понимаю я просто но из из такого мира где очень важна семья и дети и внуки и так далее я как раз родители больше понимаю ну значит что сделаешь бывает бывает так что пожелаем молодому человеку успехов и пожелаем родителям чтобы может быть так еще бы повернулась бы в такую сторону что и внуки бы у них тоже появились почему нет одно другому не противоречит то что он сегодня не хочет ну так он сегодня не хочет а завтра может быть захочет счастливо а